для компании Арифлейм, а, наверное, для всех окружающих нас людей. И сейчас я постараюсь объяснить, почему я так считаю. Меня зовут Елена Демченко. По основной профессии я доктор, детский доктор. Я обычно говорю, что я достаточно древний доктор, потому что я помню то время, когда дети рождались здоровыми. И вот опыт в педиатрии и в детской реанимации новорожденных детей у меня достаточно большой. Именно поэтому, наверное, последние 18 лет своей жизни я еще прицельно занимаюсь не только врачебной практикой, но и задачами сохранения и восстановления здоровья. И продукция Волны Сатери Флейм, с которой я познакомилась 8 лет тому назад, поразила и восхитила меня в первую очередь тем, что в аннотациях, в инструкциях к этой продукции я не увидела, как, каким образом принимать ее при тех или иных заболеваниях. И в отличие от многочисленной продукции, достаточно неплохой, хорошей, присутствующей на рынке. То есть я хочу акцентировать ваше внимание на том, что вот эта продукция, она изначально создавалась для здоровья человека, преследуя очень важную жизненную задачу всех живущих сегодня людей, сохранение здоровья здорового человека. Вот это было на первом плане. И если мы говорим о том, что вот не только красоту, но и здоровье нам дает эта продукция, то это тоже можно объяснить. Я постараюсь сегодня объяснить, как работает эта продукция. Может быть, для того, чтобы у кого-то убрать сомнения, для того, чтобы кто-то мог убедить в этом, тех, кто еще не верит, как вы писали в чате, в эту продукцию. Но вот смотрите, самый простой вопрос, как связаны красота и здоровье. Вы все, наверное, хотя бы раз в жизни серьезно болели. Как вы себе нравились в этот момент? Как вы выглядели? Могли ли вы сказать, что вы красивы, когда вы больны? Конечно, нет. И это связано не столько с тем, что во время болезни у человека все силы уходят на то, чтобы с ней справиться. Это связано еще и с тем, что вот наше тело, оно устроено универсально и очень вдумчиво. У нас в первую очередь обеспечиваются всеми питательными веществами именно жизненно важные органы. Это головной мозг, сердце, легкие, печень и почки. А вот остальные органы получают по остаточному принципу. И поэтому, чем менее на взгляд нашего тела, нашего организма, чем менее жизненно важный орган, ну вот такой, например, как волосы, такой, например, как кожа, то есть они не играют такой ключевой роли в здоровье человека, то вот они обеспечиваются по остаточному принципу. И вот именно поэтому, глядя на то, красив человек или нет, от природы, как мы говорим, насколько у него красивая свежая кожа, насколько у него блестят глаза, насколько у него красивая прическа и пышные волосы, здоровые волосы. Можно сделать вывод о том, что и внутренние органы человека и снабжаются, и работают отлично. Можно следующий слайд. И вот смотрите, именно это очень хорошо знали создатели этой продукции. Я всегда, когда знакомлюсь с какой-то продукцией, я стараюсь узнать, а кто принимал участие в ее создании. И вот вы, как и я, знаете, что принимали участие команда, коллектив слаженный, дружный, профессионалов. И вы знаете о том, что у Стикстена, выдающегося кардиохируржа современности, стояла очень важная задача – помочь его тяжело больным людям дойти до операции многочасовой и трудной пересадки сердца и легких, перенести ее и потом восстановить качество своей жизни. И вот в его замечательной книге «Игелеса» или «Путешествие на родину Велмос» на 36-й странице я нашла ответ на вопрос, почему вот так работает эта продукция. Он там пишет, моим пациентам нужно было дать только норму. Для них нельзя было дать чего-то больше, а чего-то меньше, потому что для них это был вопрос жизни и смерти, вопрос оптимального питания. Так вот, дорогие друзья, вопрос этот жизни и смерти, он для всех окружающих людей. Просто для нас с вами он не стоит так остро. Но именно питание, вот оно не только обеспечивает красоту, вот почему именно компания «Рифлейм», которая выполняет свою миссию делать окружающий мир, окружающих людей прекраснее, которая пропагандирует красоту как образ жизни, вот получается, сегодня выходит еще и на передний план в сохранении здоровья здоровых людей, в обеспечении этого здоровья. потому что именно питание играет ключевую роль вот во всех процессах в нашем теле. Вот с самого момента зачатия ребенка его тело выстраивается из той пищи, которую ест мама. И потом, когда он растет. И даже у нас с вами. То есть иного материала для построения нашего физического тела, для его красоты, для нормальной и слаженной работы всех его органов и систем, кроме той пищи, которую мы едим, не существует. Нет, есть, конечно, еще вода принимает участие, воздух. Но в основном наше тело на материальном уровне выстраивается из пищи, которую мы едим. И это длится всю нашу сознательную жизнь и несознательную в раннем детстве. То есть вот все зависит. И наш ум, и наше мышление, и наше настроение, и наше состояние. И, конечно же, красота только от той пищи, которую мы едим. И вот насколько качественно наше питание, именно настолько мы и здоровы, и красивы. И можно следующий слайд. И вот эти специалисты, люди, профессионалы в области и дерматологии, и антивозрастных технологий, и здоровья, они прекрасно знали и знают вот ту статистику, с которой мы иногда знакомимся случайно. Поскольку если проанализировать основные причины смертности вот в постсоветском пространстве, в СНГ, то получается так или иначе, практически все серьезные и не очень серьезные болезни у нас связаны с нарушением питания. И в большей степени с нарушением питания у нас связана эпидемия неинфекционных болезней, эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний, потому что 70% среди заболевших людей это болезни сердца и сосудов. И осложнения их инфаркты и инсульты, которым, в принципе, человек идет 8-10 лет жизни. И поэтому врачи и ученые, они давно говорят о том, что это можно предотвратить. Чем предотвратить? В первую очередь восстановлением питания. И вот инфекционные заболевания так или иначе связаны с питанием. И давайте вспомним вот те истории давних лет, периода войны, о которых мы читали с вами в книгах, о том, что, как часто доктора говорили своим пациентам и их близким, что вам нужно восстановить питание, вам нужно сливочное масло, вам нужны лимоны, вам нужна полезная пища, тогда организм сможет восстановиться. То есть даже вот неумышленные повреждения, которые связаны часто, вот это травмы, это нарушение быстроты реакции человека, а как часто это у нас присутствует, это не только в реанимации, в хирургии, это все водители, которые занимаются, это диспетчеры. То есть когда вот происходят различные аварии, и стрессовые ситуации и так далее, это тоже связано с питанием, так или иначе. Почему это связано? Можно следующий слайд. То есть насколько питание влияет вот на всю нашу жизнь. И наш организм состоит из клеток, мы все это знаем, просто в обычной жизни мы не всегда сочетаем вот те знания, которые у нас есть. Мы еще в восьмом классе средней школы изучали, из чего состоит клетка, что у нее есть ядро, есть мембрана, есть какое-то количество внутриклеточных образований. Но когда был открыт электронный микроскоп, и люди увидели вот ту невероятную картину, то есть что сделает, что произойдет, если вот увеличить все внутриклеточные образования до уровня нашего человеческого роста, вот как все приспособлено под нашу жизнь. Получается, из каждой клетки можно воссоздать огромный город, или по крайней мере очень большой завод, который выпускает какую-то важную продукцию, и мы знаем с вами, что у нас вот там клетки желудка вырабатывают желудочный сок, клетки печени обезвреживают токсины, клетки печени синтезируют гормоны и ферменты, которые нужны нам для работы, клетки красной крови переносят кислород и так далее. То есть у каждой группы клеток своя задача. И вот для того, чтобы каждая клеточка и, соответственно, каждый орган и каждая система отлично работала и делала то, что ей нужно на благо нашего тела, для того, чтобы мы были людьми, вот клетки должны получать около 600 нутриентов ежедневно. Это данные сегодняшнего времени. Может быть, завтра наука нам скажет что-то еще. Но не 90. У нас только 84 элемента таблицы Менделеева определено в теле и известно, для чего они нужны. Это и витамины, без которых тело жить не может. Это аминокислоты, 20 из них, 8 незаменимых. Это полиненасыщенные жирные кислоты, из которых должна быть выстроена мембрана нашей клетки, каждой клетки. И вот если, по мнению датских ученых, открывших Омегу, если она будет на 80% выстроена из полиненасыщенных жирных кислот Омега, то клетка будет работать практически идеально. То есть ее мембрана должна быть прочной, эластичной и избирательно проницаемой. Но для этого организм должен получать ежедневно суточную норму Омеги. И поскольку наши клетки и трудятся ежедневно, и делятся ежедневно, просто с разной скоростью, то есть вот с помощью научных методов, радиоизотопных методов удалось установить, что атомарный состав нашего человеческого тела в течение года обновляется на 98%. И это колоссальная перспектива, поскольку, зная эту информацию, мы понимаем, 98% клеток нашего тела не старше 11 месяцев. Значит, мы можем достаточно долго поддерживать и свою работоспособность, и свою красоту, и свою деятельность. Но для этого нужно клетки обеспечивать питанием, в первую очередь водой, полноценным питанием, воздухом. И как же у нас обстоит ситуация дальше? То есть вот что может, как может нам помочь наш организм в том, чтобы мы продолжали жить долго и счастливо, и быть здоровыми? Можно следующий слайд. То есть вот в это количество 600 нутриентов входит еще 24 класса открытых веществ, которые присутствуют в растениях, в растительной пище. То есть на самом деле это совершенно известные вещества, и причем известно их количество. И вот обмен веществ и энергии, или то, что называется словом метаболизм. Оказывается, наш организм, это не просто, ну вот мы не просто люди. Наш организм по своим внутренним качествам, это биологическая машина, если так можно выразиться, которая способна самовосстанавливаться, самообновляться и регулировать себя. И вот тело наш главный союзник в сохранении здоровья и молодости. Потому что еще в 19 веке Клод Бернар открыл и обозначил такое понятие, как гомеостаз, или динамическое постоянство внутренней среды организма. То есть при любых отклонениях от нормы, под воздействием внешних или внутренних факторов, климатических, стрессовых, каких-то еще, наше тело всегда стремится вернуться к норме. И вот эта норма на каждом, в каждый период нашей жизни, она своя и определенная. Вот дети у нас быстрее растут, у них доминируют процессы синтеза и созидания клеток и внутренних органов. Потом, когда мы вырастаем до определенного возраста, то мы останавливаемся в росте, но тело наше продолжает меняться. И вот немножечко существует тогда равновесие. Мы уже не растем, но наши клетки все равно обновляются с определенной периодичностью. То есть клетки слизистой в течение 5-7 дней, клетки красной крови и печени в течение 3 месяцев. Но даже те клетки, которые у нас не обновляются, например нейроны, например яйцеклетки у женщин, они продолжают обновлять и улучшать свои внутренние структуры. Ну поскольку, как мы помним, клетка представляет из себя, каждая клетка это либо завод, либо город, даже можно в какой-то степени сравнить с государством. И вот зная особенности нашего обмена веществ, мы можем на них влиять. Зная, что именно вот рост и развитие стимулируют движение, то, что свойственно нашим детям в раннем возрасте, когда они совершают 16-20 тысяч движений в течение суток, и именно благодаря этому растут, мы можем увеличивать норму движения в своей жизни. Мы можем увеличивать норму воды для того, чтобы поддерживать и гладкость, и состояние нашей кожи. И, пожалуй, самое трудное, это вот обеспечить нормой питательных веществ наше тело. Хотя эти нормы известны и запечатлены в таблицах Академика Покровского. Все желающие могут с ними ознакомиться, сколько именно, каких веществ нужно универсальному человеческому организму в зависимости от пола и возраста в определенные моменты жизни. Это все известно. Можно следующий слайд. Но это достаточно сложно осуществить. И вот диетологи, и нутрициологи, профессионалы в этой области придумали, как объяснить это обычному человеку, чего в питании должно быть больше. И вот, на ваш взгляд, предоставляется рекомендуемая диетологами пирамида питания. А справа реальная. То, как питается большинство окружающих нас людей. И, как мы видим, получается, пирамида у нас немножко перевернута с ног на голову. То есть мы не получаем в силу разных причин. Недостатка дефицита времени, вкусовых пристрастий, того, что нам предлагает пищевая промышленность на сегодняшний день, которая мало что знает, наверное, о том, какую роль играет питание в состоянии нашего здоровья. То, что мы сами не задумываемся часто над этим. Ну вот, когда родители спрашивают, как отучить трехлетнего ребенка от того, чтобы он не выпрашивал чипсы и сухарики, я обычно спрашиваю, а он как, сам в три года пошел в магазин и купил себе чипсы? Или их дали ему родители? И вот насколько перестраиваются наши рецепты, что мы перестаем различать полезную и вредную пищу. Это очень быстро перестраиваются рецепты. То есть, когда мы отвыкаем от свежих фруктов, от полезных сладостей, то нам перестает нравиться полезная пища. И вот в чем прелесть, я сразу буду добавлять такие моменты, в чем прелесть, когда вы начинаете систематически питаться с помощью Wellness от Eryflame, ну вот, по крайней мере, мой опыт, если две порции коктейля в сутки, уже на печеное и на сладости смотришь, как на муляжи, их не хочется есть. То есть, вот одна из полезных особенностей этой продукции, она возвращает нам нормальные вкусовые пристрастия. Можно следующий слайд? И вот каким питание наше, благодаря этим причинам, и не только этим причинам, стало на сегодняшний день. То есть, современное питание человека в 21 веке и уже в конце 20 века ученые считали избыточно недостаточным. Ну вот смотрите, во-первых, 90% людей, в том числе и деток, у нас не употребляют в пищу минимума положенных овощей и фруктов. Вот считается, что нужно хотя бы 5 видов разных овощей и фруктов каждый день. Но так нарушилась наша жизнь, что мы это не употребляем. Почему питание избыточно недостаточное? Потому что, с одной стороны, мы получаем огромное количество жиров, причем трансжиров. Вот я очень благодарна шведам еще и за то, что они реабилитировали, именно шведские ученые, реабилитировали сметану и сливочное масло, как полезные продукты, которые очень долго считались вредными, особенно для определенных категорий населения. Но вся опасность, как установила наконец-то наука, это в трансжирах, это в искусственно синтезированном жире, то есть когда через жидкое масло пропускается водород, и жиры становятся твердыми, но молекулы их изуродованы, и они не могут правильно работать. И встраиваясь в мембрану наших клеток, встраиваясь в обменные процессы, они их очень серьезно нарушают. И, к сожалению, сейчас избыток трансжиров во всей печеной продукции. То есть очень часто это и печенье, и торты, и другие сладости, причем не всегда указывается, что есть там действительно эти продукты, которых категорически нужно избегать, особенно детям, особенно беременным женщинам. Это избыток сахара, которого нам нужно всего 5-8 ложек в течение суток. Но сколько скрытого сахара мы получаем и с кетчупом, и с хлебом, и с другими продуктами питания на сегодняшний день. И вот дети, у которых нарушается тоже, они стремятся есть сладкую пищу. Но в какой-то степени это связано еще и с тем, что одно время в роддоме в первую очередь ребенку давали не грудь матери на кормление, а поели его глюкозой. Сейчас, к счастью, это уже исправили. И с другой стороны, получается, вот мы недополучаем с вами самых важных веществ. Это витамины и минеральные вещества, это белки, это растения, клетчатка и, к сожалению, вода. Вот это совсем невероятно, но воды люди стали пить меньше. Можно следующий слайд? Хотя вода, это как бы тоже основа жизни. Но вот как и растения, это основа жизни нашей. И вот сейчас мы с вами разберем, насколько же меньше мы с вами едим растений. Существует такой простой вопрос, который легко задать в любой аудитории. Поднимите, пожалуйста, руки. Те, кому из вас не нужна помощь стоматолога, вы просто сейчас для себя ответьте, нужна вам или нет. Я могу сказать, что мне уже не нужна. То есть вот какие-то зубы, слава богу, свои, а остальные запротезированы и запломбированы. То есть потребность, вот на это обратили внимание ученые еще в конце 20 века. И стали смотреть, откуда же люди в норме получают минеральные вещества. Поскольку зубы – это не только красота нашей улыбки и не только средства для тщательного пережевывания пищи, но зубы – это еще депо минеральных веществ в организме человека. И то, что зубы летят не только у беременных женщин, вот тот период, когда организму нужны минералы, он забирает их. Он забирает их сначала из зубов, потом начинает забирать из суставов и костей. Поэтому определенное время нашей жизни люди за 40, приходя к врачу, слышали, ну что вы хотите, конечно, у вас будут болеть суставы. У вас же возраст, хотя на самом деле возраст человеческий может быть спокойно продлен до 150 лет, и у нас есть для этого все возможности. И вот смотрите, когда стали исследовать, когда стали исследовать именно, как получаем мы минеральные вещества и витамины одновременно, почему из растений. Оказалось, что каждое растение содержит 22-23 элемента таблицы Менделеева, отличаются они друг от друга всего на 2-3. И вот для того, чтобы мы получили норму витаминовых минералов из растительной пищи, которая очень ими богата, вот чем ярче окраска, тем больше там витаминовых минеральных веществ, нам нужно систематически включать в свой рацион питания 50-60 видов растений, а лучше 100. Но когда я задаю вопрос в любой аудитории, сколько видов растений мы едим, то обычно люди отвечают 5-10, иногда 20. И вот смотрите, процентное соотношение. Нашим клеткам нужны питательные вещества из ассортимента 100 видов растений. А мы даем им систематически, практически постоянно, 20-30 видов, даже в летнее время. То есть вот что бы вы делали на месте директора фабрики или завода, или даже вот себя самой, вы попросили мужа принести вам набор продуктов, а он принесет вам на 30%, что вы ему скажете? И что же делать нашему телу физическому, если оно систематически не получает, вот ни оборудование, ни сырья, поскольку вот питание, оно у нас одновременно, это и построение наших клеток, и возможность наших клеток работать. То есть если мы не получаем это, неважно по каким причинам, вкусовые пристрастия, привычки, занятости и так далее, но тело все равно должно работать, а мы не получаем. Следующий слайд можно? То есть вот смотрите, по количественному составу мы это не едим. По нашим энергозатратам мы не можем, вот корзина питательных веществ по нашим энергозатратам, она не может обеспечить нам даже наполовину то, что нам нужно получать именно с питанием. Но кроме этого, именно вот в 21 веке, с конца 20 века, эти исследования производились различными компаниями, есть у меня данные, какие компании проводили исследования, но вот здесь данные Романовского, о том, что за последние 30 лет наши растения, они потеряли основную часть полезных питательных веществ в своем составе. С чем это связано? Вот это ответ на вопрос, когда человек говорит вам, а я питаюсь зародышами пшеницы, которые сам выращиваю, например. Вот если в той почве, на которой выращиваются зародыши или пшеницы, та же капуста, та же зелень, присутствуют все необходимые минеральные вещества, то, конечно, они будут в растении, и наш организм их получит. Но, к сожалению, вот в силу ряда причин, опять-таки, обеднения сельскохозяйственных почв, и то, что мы живем как бы на единой земле, и поэтому даже если вы выращиваете продукты питания на собственном огороде, конечно, это полезнее, чем покупать их где-то, но, к сожалению, почва у нас единая, земля у нас одна, и она вот на сегодняшний день, долгое время не получая органических удобрений, она не содержит тех питательных веществ, которые нужны, и поэтому они не могут попасть в пищу. И вот смотрите, у нас получается с вами колоссальный дефицит, вот то, о чем говорят специалисты в этой области, что мы последние 120 лет живем в условиях витамино-минерального дефицита. А сейчас еще на первый план у нас выступает еще и дефицит белка, потому что если раньше у беременных летели только зубы, то сейчас, как вы знаете, начинают лететь волосы, потому что все чаще раздаются вопросы, а можно ли беременным внутрикомплекс для волос и ногтей. Так вот, если у нас питание будет полноценным изначально, нам могут не понадобиться какие-то дополнительные средства, но, с другой стороны, вот та структура питания, которая существует сегодня, то, что мы не в состоянии с вами, вот есть яблоки не по одному, а по десятку каждый день, и точно так же все остальные продукты питания. Вот французы, они проводили такое исследование, они загрузили в компьютер всю французскую кухню, все блюда, которые есть, и попросили, ну, не попросили, а дали задание компьютеру, а попросили программистов создать такое меню, которое удовлетворяло бы потребность человека из расчета 2500 килокалорий в день. И ничего не получилось, потому что невозможно на сегодняшний день, питаясь обычным способом, но мы не можем есть пищу килограммами. Можно следующий слайд. И что остается? Именно поэтому сегодня, опять же, все специалисты в этой области, все люди, которые занимаются профессионально и сознательно, нутрициологией, диетологией, говорят в одну душу, что на сегодняшний день нам нужна коррекция питания, нам нужна коррекция с помощью продуктов специализированного питания, которые содержат концентрат полезных питательных веществ, и нам нужна коррекция питания с помощью диетических добавок для коррекции питания. И вот оптимально, на мой взгляд, и на взгляд всех специалистов в этой области, в том числе нашего Украинского института питания, что Wellness от Reflame это оптимальный вариант, это наилучший вариант, это, можно сказать, лучшее, что создано вообще для здоровья человека в 21 веке. И нам с вами очень повезло, что у нас есть эта продукция, которая вот так компактна, удобна, потому что вот минимальный вариант это Wellness Life Plus. Это хотя бы один стакан коктейля, Natural Balance, натуральный баланс, и один пакет. И вот посмотрите, в какое количество других продуктов нам нужно было бы съесть, чтобы мы получили эту норму. Легко и удобно. Чтобы не перегрузить наш желудочно-кишечный тракт. То есть вот медь, которая нужна нам и для цвета наших волос, естественно. И многие люди говорят, что вот на систематическом приеме Wellness у них цвет волос улучшается, и уменьшается седина. А еще медь нужна нам для того, чтобы наш желудочно-кишечный тракт хорошо работал, и мы не подхватывали кишечные инфекции. Витамины группы В, которые нужны нам тоже и для красоты, и для того, чтобы наш головной мозг хорошо работал. То же железо, которое находится вот в Wellness P, в легкоусваиваемой форме. И другие вещества. То есть мы съесть такое количество продуктов были бы просто не в состоянии. А так, получается, каждое утро совершенно верно. Мы принимаем вот этот компактный, универсальный набор, если так можно сказать. То есть то, что называется иными словами Wellness Life Plus, жизнь со знаком плюс, можно следующий слайд. Качественная жизнь, здоровая жизнь, которая позволяет нам сохранять и продлять состояние нашего здоровья, которая позволяет нашему организму восстанавливать себя так, чтобы он справлялся с любыми стрессовыми ситуациями и при этом не болел. И вот коктейль Natural Balance, то, с чего начиналось. Три источника протеинов или белка. Яйцо, зеленый горошек и молоко. То есть классика. Белок животный, белок молочный, белок растительный. Но самое главное, вот то, что удалось Стикустену благодаря тому, что перед ним стояла сверхзадача, он подобрал вместе со своей командой в таком процентном соотношении эти источники белка, что в результате, если мы пьем коктейль на воде, он у нас усваивается на 100%. Вот он не заменяет мамы на молоко, как мне иногда приходится слышать. Но он усваивается организмом взрослого человека настолько же полностью, как вот материнское молоко организмом грудного ребенка. Поскольку ни один продукт в природе, содержащий то или иное количество различных аминокислот, но это как бы отдельная тема для объяснения, не содержит вот те аминокислоты в таком соотношении, в котором бы они сразу и полностью усвоились нашим физическим телом. В том соотношении, которое нужно нашему физическому телу для нормальной работы и жизнедеятельности всех его органов и систем. То есть вот именно над этим работали ученые в первую очередь. Вот это процентное соотношение. Поэтому равных вот коктейлю и вообще всей продукции натуральный баланс, natural balance, ну вообще пока не существует на сегодняшний день. То есть она усваивается великолепно. Кроме этого, то есть натуральная, вкусная, содержит еще дополнительные замечательные вкусовые добавки, такие как свекла, такие как яблоко, такие как шиповник. То есть она еще и вкусна. И мы можем сочетать ее то ли с молоком, то ли с соком, обязательно с чем-то холодным. Что тоже вот дополнительно доставляет человеку удовольствие, поскольку пища, она ведь создана для того, чтобы мы ощущали вкус и получали удовольствие и наслаждение. И я вот помню, как я впервые попробовала ванильный коктейль, это было в Кировограде, меня угостили с кефиром. Мне казалось, такого вкусного я никогда не ела, но в общем-то это и было так. А вот шоколадный коктейль одна бабулечка подсказала, говорит, я своим внукам даю со сливками, но со сливками это вообще песня. Но смотрите, если вы хотите поддержать нормальный вес, если вы хотите, особенно это касается тех случаев, когда человек после операции, либо когда человек страдает болезнями почек, когда нельзя питанием нагружать сильно почки. Вот коктейль, как питание является вопросом выбора. Его можно, ну, с того момента, как ребенок способен воспринимать другую пищу, давать даже детям. И обязательно нужно давать деткам для того, чтобы у них нормально работала, в первую очередь, иммунная система и все остальные органы, чтобы ребенок развивался. Поскольку вот три источника белка, люди, ученые, они определили, что вот если мы с вами, допустим, съедим яйцо на завтрак, в обед салат с зеленым горошком, а вечером выпьем стакан молока и кисломолочного, то вот для нашего тела и для наших внутренних органов это совсем не то же самое, как если бы мы получим вот эти три источника протеинов одновременно. То есть, почему это идет, вот диетическая добавка к пище, хотя вообще-то коктейль это и есть пища. То есть, когда мы добавляем и совмещаем это с основным питанием, вот рекомендуется пить коктейли за 20 минут до приема пищи, то питание, пища наша обогащается и тело сразу получает такой полный, полноценный комплекс самых важных веществ для своей жизни и деятельности. И вот то, что здесь белка всего, как говорят, 7,3 0,5 грамма, но зато этот белок усваивается полностью. Не так, как в мясных продуктах, не так, как в злаковых. То есть, качество очень высокое, вкус замечательный и низкий фликемический индекс. То есть, коктейль натуральный баланс, natural balance, он помогает нам с вами поддерживать наш вес и справляться с избыточным весом без изнуряющих диет и чувства голода. И это вопрос выбора питания, в том числе для больных людей, давайте вспоминать, для кого создавалось это питание. То есть, во многих случаях, и когда нужно быстро получить порцию питательных веществ, и когда мы заняты сильно, то есть, это и выгодно, и вкусно, и полезно одновременно. Можно следующий слайд. И вот три замечательных вкуса. Причем все это создано из тех растений, которые растут в той местности, где мы живем. И если проанализировать и задать себе вопрос, то получается, даже те люди, которые занимаются питанием, они не употребляют ежедневно в пищу, вот одновременно, и молочное, и свеклу, и зеленый горошек, и так далее. То есть, как бы мы идеально не питались со своего огорода, получить вот этот комплекс питательных веществ, которые есть у нас в коктейле, мы не можем. И вот сейчас тоже время, время, когда многие люди соблюдают пост, и поэтому вот следующей задачей было сделать такую же полезную и обеспечивающую наш организм белками, поскольку вот жизнь – это форма существования белковых тел, но уже используя только растительные белки. То есть, для всех людей, которые приветствуют вегетарианство, в нем много по-своему хорошего, только деткам нельзя быть строгими вегетарианцами, поскольку там нужно все-таки получать витамин В12, но питаясь только растительной пищей, еще сложнее обеспечить свое тело набором всех необходимых аминокислот, чем если мы питаемся смешанной пищей. Поэтому вот для всех, кто приветствует вегетарианство, веганство, посты, пожалуйста, вот супы, натуральный баланс, Natural Balance – это вопрос выбора. И я тоже очень обрадовалась, когда вышли супы, поскольку когда часто приходится проводить время в поездках, либо когда ты очень занят, вот хочется серьезной пищи, а эта пища, она не только полезна и прекрасно убирает чувство голода, и не только вкусна, она еще и вкусна. И есть тоже разные варианты, вот я помню, как меня угощали суп в холодном виде, то есть он остывает немножечко, туда добавляется зеленый горошек, свежая зелень, то есть невероятно вкусно. И смотрите тоже, как мы можем, какую дополнительную пользу мы можем получать от супу. То есть спаржевый суп более полезен беременным женщинам, поскольку спаржа богата фолиевой кислотой. Спаржевый суп вообще более полезен женщинам, поскольку именно спаржа и вот другие составляющие, она влияет на углеводный обмен, нормализуя его, на жировой обмен, способствуя нормализации. А томатный суп, это скорее вопрос выбора для мужчин и для всех, кто страдает от болезни сердца. Но в первую очередь именно для мужчин. Ученые установили, что в Бразилии, там где мужчины круглогодично питаются помидорами, они в 5-7 раз реже болеют всеми мужскими заболеваниями. Поэтому вот томатный суп, он более такой пикантный, он с базиликом. Конечно, можно для вкуса есть всем, но вот все-таки мужчинам этот суп более полезен. И тем, кто страдает болезнями сердца. И тем, кто заботится о том, чтобы с помощью питания предупреждать развитие онкологических заболеваний, поскольку, как вы знаете, в томаты входит такое вещество, как ликопен. То есть чем здоровее будет наше питание, тем более полноценно будет работать наше тело. И вот именно само тело. То есть смотрите, вот часто задают вопрос, и вам, наверное, задают вопрос. Но вот как же? Вы предлагаете эту продукцию для снижения и для увеличения веса. Как один и тот же продукт может работать и для увеличения, и для снижения веса? Так вот в данной ситуации волнос, он ничего не увеличивает и не уменьшает. Это просто замечательное условие для того, чтобы наш организм, наше физическое тело могло привести себя в норму. То есть волнос, благодаря своему составу, он выступает как метаболический корректор, а все остальное делает наше тело. То есть оно стремится к норме. Поэтому невозможно увеличить вес больше нормы или снизить его тоже больше нормы. То есть ничего подобного произойти не сможет. А вот помощь организму замечательная. Следующий слайд можно? Деткам тоже можно. Супы очень хорошо. И дети часто тоже просят. Особенно вот спаржевый суп очень хорошо для деток. Ну и конечно любимая всеми продукция это волнос пэк для мужчин и для женщин. То есть очень удобно, очень компактно, очень невесомо. В одном пакетике вот все четыре компонента, три компонента очень важные для нашей жизни. Но четыре можно сказать в том плане, что витаминно-минеральный комплекс у нас с вами присутствует. То есть и витамины, и минералы, и омега-3, и астаксантин. Сейчас немножечко скажем о них всех. И очень здорово, что вот эта продукция, волнос от Reflame, она получила такое признание, как номинант в премии здоровое питание. То есть это признание на достаточно серьезном уровне. Следующий момент, когда нас спрашивают стандарт GMP, часто спрашивают, в какой стране производится эта продукция, на каком заводе. Не имеет значения, в какой стране, если продукт производится по высочайшему стандарту GMP. О чем говорит GMP? О том, что соблюдены все профессиональные нормы. О том, что столько вот ингредиентов, каждого вещества, сколько обозначено, столько и заложено в продукцию. О том, что в какой бы стране, на каком бы заводе это не выпускалось, все это точно будет соблюдено. И вот этот универсальный комплекс, который имеет смысл, конечно, принимать в первой половине дня и после основного приема пищи. Вот почему после основного приема пищи? Поскольку астаксантин и омега-3 у нас с вами жирорастворимы. И для того, чтобы они усвоились, нам нужно, чтобы выделились сначала желчные кислоты, которые способны разбивать огромные капельки жира, но огромные на уровне нашего тела, в мельчайшие капли, которые легко усваиваются. А выделяются у нас желчные кислоты, когда пищевой комок прикасается к стенке 12-перстной кишки. Поэтому вот оптимальный вариант за 20 минут до приема пищи мы выпиваем коктейль на воде, через 20 минут завтракаем и потом принимаем Wellness Pack сразу и получает наше тело все необходимое. Следующий слайд можно? Вопросы тоже, вот как и Оле, я отвечу на ваши вопросы потом в конце, хорошо? То есть Wellness Pack это вопрос выбора для тех, кто путешествует, для тех, у кого серьезные нагрузки физиологические, психологические и так далее. И вот особо хочется сказать об Астаксантине, поскольку с одной стороны, конечно, это сила и выносливость и в первую очередь для мужчин. И мужчины, которые принимают Астаксантин, они легче справляются с тяжелыми физическими перегрузками, с умственными перегрузками. Те люди, которым приходится работать сутками, те люди, которые меняют часовые пояса, организм легче, быстрее приспосабливается. И вот проводили исследования две группы мужчин, это студенты и взрослые мужчины солидного возраста, абсолютно и в той, и в другой группе. Буквально через месяц после систематического приема Астаксантина по одной капсуле увеличивались все показатели силы и выносливости. И все-таки Астаксантин называется бьюти-комплекс. Наверное, потому что жизнь, природа и компания больше любят женщин. Бьюти – это красота. И тоже это были уже японские исследования о том, что опять же, даже при приеме одной капсулы Астаксантина, но ежедневно, через определенный промежуток времени, а мы знаем с вами, сколько у нас обновляются клетки кожи, вот через этот промежуток времени кожа у женщин становилась более нежной, более красивой, более увлажненной. То есть все показатели, отвечающие за красоту кожи, становились лучше. Но самое главное, что Астаксантин – это все-таки наша защита. Это защита всех наших клеток. И защита клеток и снутри, и снаружи, вот так он расположен в мембране наших клеток. И защита внутриклеточных образований, то есть и митохондрии, которые вырабатывают энергию, и всех тех образований, и ядра клетки, в котором содержится ДНК. Но самое главное, Астаксантин, вот в отличие от других антиоксидантов, защищающих клетки от активного кислорода, он способен проникать через гематоэнцефалический барьер, барьер между головным мозгом и кровью, и защищать клетки нашего мозга. А через головной мозг он поступает в сетчатку глаза и защищает наши глаза и помогает им восстанавливаться. И вот в разных случаях нам, в том ли случае, когда мы хотим выглядеть более прекрасными, имеет смысл принимать Астаксантин. Часто меня спрашивают, а можно ли больше? Но это зависит от возраста. Вы знаете, тоже был частый вопрос, а есть ли в природе какое-то еще средство, которое работало бы в нашем теле как Астаксантин? Есть. Это гормон мелатонин, который вырабатывается у нас ночью, когда мы спим в полной темноте. И вот это с 9 вечера до 3 ночи. То есть, это естественная защита, которая ослабеет с возрастом. Поэтому очень здорово, что вот и все ремонтно-восстановительные работы идут у нас под контролем мелатонина. А днем у нас ремонтно-восстановительные работы в наших клетках идут под контролем Астаксантина. То есть, это восстановление не только вот внешней красоты нашей кожи. Астаксантин помогает восстанавливаться в мембране клеток и в мембране внутриклеточных образований. А именно мембрана отвечает за работоспособность наших клеток. Можно следующий слайд. Это если сказать кратко, об астаксантине тоже можно рассказывать долго. Вот в состав входит черника, которая вместе вот с самим астаксантином водорослей, который вырабатывает водоросль гематококус, позволяет нам сохранять наше зрение и улучшать наше зрение, поскольку это очень важное питание. Ну и вот витамины и минералы. То есть, чем они еще отличаются? Они только поступают к нам с пищей. Они не вырабатываются в нашем организме. И вот каждому телу человеческому в зависимости от возраста, в зависимости от того, мужчина или женщина, нужна своя определенная норма витаминов. Хорошо, что вот для взрослых она универсальна. И она у нас находится в соответственной витамины и минералы для мужчин или для женщин. Они немножечко отличаются по своему составу. Витамины это те вещества, без которых тело жить не может. Поэтому и аллергии на витамины в принципе существовать не может. Она может быть на все, что угодно, только не на жизненно важные вещества, без которых тела не в состоянии жить. И если мы посмотрим на состав, то получается, что состав не только универсальный, но он очень объемный. Это 12 витаминов и 10 минералов. Если вы будете сравнивать с различными вариантами, которые предлагают нам аптеки, вы увидите колоссальное преимущество этой продукции. И еще раз, нам вот, например, на всю жизнь нужна всего чайная ложка йода, но 150 микрограмм, которые содержатся у нас в витаминках, нужны нам ежедневно. И вот эта ежедневная порция иногда очень маленькая, но без нее не могут работать какие-то клетки, без нее не могут синтезироваться какие-то вещества. Поэтому это то, что должно в рекомендованной суточной норме, а если вы посмотрите на упаковку, то вы увидите, да, рекомендованная суточная норма. в основном это 100% от того, что нужно нашему телу. Следующий слайд. И мы можем благодаря вот этой продукции быть спокойными и уверены в том, что наше тело получает ежедневно. Да, вот дневная форма. Давайте посмотрим. Немножечко отличается. Вот мужчинам больше нужно цинка, поскольку как только цинк покидает предстательную железу в сердце мужчин, начинаются все проблемы. И вот у них больше потребность цинки, чем у нас с вами. Но женщинам тоже нужен цинк для того, чтобы нормально выносить ребенка, для того, чтобы нормально родить, чтобы при дефиците цинка у женщин может быть невынашивание, могут быть преждевременные роды, может быть послеродовое кровотечение, даже рождение деток с пороками развития. То есть вот каждый из этих элементов считается особенно жизненно важным. И ученые создавали вот этот набор витаминов и минералов, тщательно проанализировав вот ту картину, что мы с вами все-таки едим в современной жизни, а что нет. Именно поэтому вот кальция, он всего 22%, поскольку в норме мы должны его получать с теми же молочными продуктами, с той же зеленью, аналогично магния. Но вот то, что мы практически не получаем с продуктами питания сегодня, нам дается вот в этой дневной норме витаминов. Да, беременным тоже нужны витамины для нормального развития ребенка и течения беременности. Просто у беременных нормы некоторых витаминов чуть-чуть выше, вот той же фолиевой кислоты. Можно дальше следующий слайд. То есть и мужчинам, и женщинам вот одна таблетка, причем тоже, если вы посмотрите на таблеточку, она неоднородна, то есть там каждый витаминчик, каждый минеральчик в своей капсулке находится. И усваивается он нашим телом там, где ему положено. Это уже особенность современной фармакологии и производства. Как сделать так, чтобы все усвоилось. То, что работают эти витамины безупречно и улучшается состояние и кожи, и волос, и ногтей, и общее настроение мы с вами сразу замечаем. И, конечно, вот wellness для детей. То есть у меня вот лично я испытываю глубокую благодарность за то, что так быстро откликнулась и компания, и создатели, и сделали детский wellness. И, опять же, вот когда я смотрю в лицо Тору Линдбергу, я знаю, что это человек, с которым считается правительство Швеции, что это человек, известный в мире, профессор педиатрии, с колоссальным жизненным опытом. И он тоже занимается решением общечеловеческой проблемы. Вот смотрите его фраза, что исследование и моя обширная врачебная практика показывает, что рацион большинства детей содержит слишком мало растительной пищи и рыбы и практически не соответствует существующим рекомендациям нутрициологов. То, о чем мы говорили сегодня с вами в самом начале. То есть все обосновано. И личный опыт Тора Линдберга, он вот позволил по сравнению с общепринятыми нормами дать нашим детям больше составляющих омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Потому что дети растут и развиваются быстро, и у них очень быстро растут нейроны. И вкус, вот вкус добавленный, можно следующий слайд, добавлен в омегу-3 вкус лимона. Детские витаминки сделаны с апельсиновым вкусом. Очень высокое качество, очень высокая степень очистки от тех веществ, которые могут сегодня вызвать аллергию у ребенка. То есть это все было предусмотрено, мы живем в очень аллергизированном виде. Вот на сегодняшний день химия синтезировала более 4 миллионов веществ, 180 тысяч из них признано особо токсичными. Поэтому вот эта продукция, она прошла вот как рыбий жир детский и взрослый рыбий жир. Пять ступеней очистки, то есть от всего лишнего, от всего ненужного, от всего, что может вызвать аллергию. Насчет витамина Е. Витамин Е используется как средство, здесь входит и натуральный и синтетический витамин Е, как средство предотвращающее окисление, не как источник витамина Е. Как источник он идет у нас в витамином комплексе. А здесь защита от окисления. Для того, чтобы дети с удовольствием пили этот рыбий жир, что мы часто и наблюдаем. И даже для того, чтобы взрослые, вот мое поколение, которое помнит вот то масло печени трески, содержащее витамин D, а в детском омега-3 у нас нет витамина D, поскольку это рыбий жир из тушек рыб сделан. И витамин D дети получают отдельно. Лимончик. Аллергии на лимон вообще практически не бывает. Я помню, как нас учили педиатрии, говорили, даже если у ребенка аллергия на цитрусовый, ему можно давать лимон. Если бывает аллергия на лимон, крайне редко, один случай на миллион, она бывает на белок лимона. Давайте подумаем, как много в лимоне белка. И вот, а здесь у нас добавлено масло лимона. И я сама пробовала, вот детский рыбий жир на хлеб, черный хлеб, очень вкусно. Поэтому, если так ребенок или взрослый отказывается, давайте, пожалуйста, на хлеб. И вот для чего нам нужна омега-3? Кому и когда она нужна? Она нужна за два месяца до зачатия, будущем маме и папе, поскольку для половых клеток очень важна омега-3. Но если говорить по большому счету, то важен весь велнос. То есть, желательно родителям в репродуктивном возрасте принимать велнос-лайф-плюс постоянно, поскольку женщина никогда не знает точно, когда же она забеременеет. Но как минимум за два месяца до зачатия, чтобы половые клетки сформировались правильно у мужчин, либо восстановились у женщин. Весь период беременности нужна омега, потому что начинают формироваться вот с четвертого месяца беременности нервные стволы, которые отвечают за движение, за все рефлексы. А с третьего триместра беременности, с седьмого месяца, у ребенка начинают расти нейроны со скоростью 500 тысяч в минуту 30 миллионов в час. И вот в норме каждый нейрон и у нас с вами, и у наших детей должен быть одет в оболочку из поля ненасыщенных жирных кислот омега. Тогда по нему информация будет передаваться точно и максимально быстро. А это влияет на все наши высшие функции память, внимание, словарный запас, ассоциативное мышление. То есть если мы хотим, чтобы дети наши реализовали таланты, с которыми приходят в этот мир, то вот нужно позаботиться о том, чтобы беременная женщина непременно принимала омегу-3. И непременно пила омегу-3 во время кормления ребенка из 6 месяцев можно давать уже деткам по 2 капельки омеги-3, даже если ребенок на грудном вскармливании. Поскольку и дальше идет очень быстрый рост нейронов. И вот детская омега в состав 5 миллилитров входит у нас 700 миллиграмм так называемой икозопентоеновой кислоты, вот из которой выстраивается мембрана всех клеток нашего тела. То есть вот представляете, для того, чтобы все клетки нормально работали, нам нужна икозопентоеновая кислота. А для того, чтобы наша нервная система отлично работала, нам нужна вторая докозагексоеновая. Вот детская омега ее тоже 500 миллиграмм. И почему вот именно сейчас, именно в 21 веке важно, чтобы дети вот весь период роста и даже когда они становятся студентами и могут пить волноспек, обязательно добавляйте детскую омегу. То есть вот этот дополнительный флакончик, который всегда должен быть у вас, у всех абсолютно в холодильнике стоять, потому что нагрузка на нервную систему, нагрузка на мозг у детей колоссальная. Объем знаний и информации в мире удваивается каждые 10 лет. То есть наши дети учат гораздо больше, чем мы с вами, не говоря уже о наших внуках. внуках. Поэтому вот здесь можно как бы вопрос выбора и для взрослых, и для детей. Кому еще нужна омега-3? Нам всем, чтобы у нас была прекрасная память, быстрая реакция, чтобы мы быстро и правильно принимали решения, чтобы нам не грозило развитие болезни Альцгеймера, или как говорила одна бабушка в фильме «Каким немцем я болею». То есть работает это в любом возрасте. В любом возрасте наше физическое тело способно восстанавливаться, максимально до нормы. И очень важное условие – даем ли мы телу все полезные питательные вещества. То есть можно принимать в чистом виде, можно добавлять в еду, можно давать взрослым. Часто меня тоже спрашивают, можно ли взрослым дополнительно детскую омегу. Конечно, можно. Но давайте не забывать о том, что в то время, когда у нас не было еще детской омеги, то есть мы получали прекрасные результаты по восстановлению состояния здоровья через время, только получая 300 мг омеги в двух капсулах. То есть здесь постоянство приема гораздо важнее увеличения дозировок. То есть профилактическая дозировка 300 мг, она в принципе полезна и для взрослых, и для детей. И следующий момент. Омега, она еще предотвращает, вот когда мембрана клетки, построенная из омеги, она становится практически нечувствительной к антигенам, то есть к аллергенам. Но для того, чтобы омега встроилась в мембрану клетки, должно пройти время. Поэтому эта продукция, она никак не работает как лекарство. И она не заменяет лекарства. И процесс восстановления здоровья это прямо противоположный процесс лечению. Поэтому в принципе, вот это та продукция, которую можно принимать во всем и при всех состояниях, но не в качестве лечения болезней, а в качестве восстановления нормальной структуры и функции наших клеток. Вот то, что называется гомеостаз. Можно следующий слайд? То, что называется гомеостаз. И то, что вот нужно нам, эта продукция, она дополняет наш рацион питания, рацион питания каждого человека, чтобы наши новые клетки строились нормально и могли нормально работать. Ну и, конечно, протеиновые батончики, Natural Balance. Вот я к тому моменту, когда они появились, думала, что уже, наверное, меня ничем не смогут удивить. Но когда я осознала, что здесь не только три вида белка, но еще вот кроме натуральных, какао, бобов, ягод, создатели умудрились четыре вида злаковых разместить. Давайте вспомним, как наша молодежь и студенты любят каши, которые нужны, вот злаковые, которые находятся в основе пирамиды питания. И вот здесь они не только вкусны, но они еще невероятно полезны. И каждый батончик это 25% суточной нормы белка. То есть это вопрос выбора вот для наших детей, для наших студентов, для того, чтобы они все-таки получали, они же еще продолжают и расти, и учиться, то есть чтобы они получали все необходимое еще вот и с такими полезными и вкусными сладостями. То есть вот не просто вкусно, но еще очень-очень полезно. Можно следующий слайд? И вот следующий слайд у нас посвящен красоте наших волос, внутрикомплекс, по-моему. Внутрикомплекс для волос и ногтей тоже вот прекрасная формула, которая включает в себя две аминокислоты основных. Вот цистейн – это то, из чего строятся наши волосы и то, что мы часто не получаем с продуктами питания. А вот эллизин – это так называемая лимитирующая аминокислота, которая отвечает вообще за усвоение полноценной белка и усвоение аминокислот. И вот так уж нарушилось наше питание, что как-то вот лизина много в молоке, в молочных продуктах. В норме человек должен получать всю норму, необходимое количество с пищей, но питание так нарушилось, что часто мы не получаем. Плюс стрессовые ситуации, плюс недостаточное количество часто железа и витамина С, которая тоже влияет на красоту и вот качество роста наших волос. И поэтому все, кто уже вот пишут, да, все, кто применял уже и пробовал внутрикомплекс для волос и ногтей, особенно в нашей стрессовой жизни, они ощутили, насколько и волосы становятся гуще и легче расчесывать, и красивее, и появляется блеск, и насколько крепче становятся ногти. И тоже один очень важный момент. Как и вся продукция Wellness от Ariflame, внутрикомплекс работает по мере обновления клеток. А клетки и волос у нас растут очень медленно, один сантиметр в месяц. И, собственно, клетки ногтей, то же самое, они растут медленно. Поэтому тут не бывает быстрых результатов. Вот это, пожалуй, единственное, что огорчает всех, кто принимает эту продукцию. Но даже вот как женщина, когда забеременела, мы не можем увидеть ребенка новорожденного в норме раньше, чем через 9 месяцев. Так и здесь. Мы получаем результат по мере обновления клеток. И поскольку вот все клетки нашего тела, они ежедневно растут, ежедневно обновляются, ежедневно работают, то вот норма нам тоже нужна с вами каждый день. Можно следующий слайд. Беременным нужно хорошо в рацион питания включать молочную пищу и волос лайф плюс. И тогда им не придется пить внутрикомплекс. И в завершение я хочу сказать, что вот существует много различных причин заболеваний. Это экологические причины. То есть если вы проживаете в зоне экологического бедствия и вы не будете как-то с этим справляться, вы не будете способствовать более полному там очищению организма от токсических веществ или не смените место жительства, то улучшению вашего состояния здоровья это способствовать не будет. Либо есть психологические причины, которые тоже очень важны. И когда человек живет в сплошном стрессе, то тоже эффект он не всегда получает желанный даже от коррекции питания. Но в основном мы с вами убедились, насколько у нас изменилось питание в 21 веке. Насколько наше физическое тело недополучает процентов на 50 как и минимум у каждого человека. Если мы питаемся только, как принято говорить, обычной пищей, мы недополучаем питательных веществ. И в результате наши клетки не могут нормально выстраиваться и нормально работать. И вот наше физическое тело, настроенное на саморегуляцию, самообновление, самовосстановление, оно способно восстанавливать себя до нормы. Это записано в программе наших клеток. Но для этого ему нужны условия. И вот причины заболевания, обусловленные нарушениями питания, уходят, когда мы даем себе продукцию Wellness by Ariflame. Вот оптимальный вариант это Wellness Life Plus. Ну и для деток это детская омега, детские витамины и по крайней мере старше года деткам можно давать коктейль, потому что потребность коктейля у них в белке, в растущего организма тоже больше. Если вы чувствуете или ребенок просит, можно давать. Вот вслед за нашим главным диетологом Украины, Олегом Витальевичем Швецовым, я могу повторить, что навредить этой продукции трудно, а практически невозможно. И единственное стопроцентное противопоказание это индивидуальная непереносимость какого-либо компонента, которое бывает в принципе крайне редко. Высокое качество, высокая степень очистки этой продукции. И вот самая главная цель, которую преследует и компания, и создатель этой продукции, и мы с вами, это сохранение здоровья здоровых. Даже когда у человека хорошее здоровье, его нужно обеспечивать полноценным питанием, поскольку любой завод или фабрика он снова остановится, если фабрика или завод не будет получать нормальное количество того оборудования сырья, которое нужно ему ежедневно для нормальной работы. Зато у нас с вами есть прекрасная возможность жить долго, жить счастливо и выглядеть так, чтобы нравиться себе самим в зеркале, чтобы получать комплименты от окружающих людей, поскольку красота нашей кожи, блеск наших глаз, красота наших волос обеспечивается в первую очередь здоровым питанием. И если мы прекрасно выглядим и чувствуем себя, это дополнительный показатель, что практически изнутри мы тоже здоровы. Поэтому есть такая замечательная фраза, люди болеют болезнями цивилизации, потому что не умеют пользоваться ее благами. Вот wellness от Арифлейм это замечательная блага современности. И у нас есть с вами прекрасная возможность улучшить качество собственной жизни, улучшить качество жизни всех тех людей, которые нам близки и дороги в окружающем мире. Поэтому wellness Арифлейм это ключевая продукция не только для вас, а для всех людей, которые нас окружают. Просто они об этом ничего не знают. Поэтому пожалуйста, мы не можем с вами вот держать это при себе, вот то, что мы знаем, те результаты, которые мы получаем. Этим нужно делиться, этим нужно рассказывать всем, кто находится от вас на расстоянии вытянутой руки, потому что это тоже может помочь всем окружающим вас людям быть здоровыми, быть счастливыми, быть прекрасными. Спасибо за внимание.